МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пластов в Малом театре открылся еще в январе, в день рождения художника. Тогда впервые были продемонстрированы фоксимильные воспроизведения эскизов Пластова к спектаклю по пьесе Валентина Овечкина «Настя Колосова», который поставил Малый театр в 1951 году. Экспозиция получила продолжение. Поскольку для представителей общества глухих и слепых она оказалась сложной для восприятия, сотрудники музея решили ее разнообразить. Мы обратились в Ульяновский государственный университет с просьбой нам помочь на факультет культуры и искусства. И преподаватели дизайна, костюма предложили нам посотрудничать с выпускниками, которые уже профессионально занимаются кроем одежды, в свободное от работы время. Так мы познакомились с Зинаидой Осиповой, которая выбрала ряд эскизов Пластова и по ним сделала свои эскизы. Выпускница УЛГУ, молодой преподаватель ОДШИ, Зинаида Осипова, сшила по эскизам Пластова три платья, немного приблизив их к настоящему времени. Вообще Пластов, поскольку спектакль этот выходил в 1950-е годы, он, естественно, ориентировался на то, что было непосредственно в тот момент. А там в наличии были именно натуральные ткани. В основном это было хлопок, ситец различного рода. Сейчас уже, конечно, именно такого ситеца, который был в 1950-е годы, нет. Но есть приближенные ткани, то есть тоже состав, в который входит хлопок, лен, которые можно как раз использовать. Собственно, такими тканями я при создании этих моделей и пользовалась. Необычный процесс оживления картин пластва заинтересовал студентов ульяновских вузов, учащиеся дизайна интерьера факультета культуры и искусства ОЛГУ, по описанию восстановили утерянный эскиз декорации Пластова. Студенты музыкального училища Шадриной воспроизвели несколько произведений композитора Александра Голубенцева, который музыкально оформил спектакль. А ноты после долгих поисков нашли сотрудники музея Аркадия Александровича Пластова. Сначала мы обратились в Малый театр, но Малый театр сказал, что в архиве ноты не сохранились композитора. Тогда на всех сайтах, где встречалось имя, такая фамилия, Голубенцев, мы писали слезные письма, не были потомки, и нашли потомков. Вышли на дочь Александра Александровича. Она оказалась человеком искусства, человеком телевидения. Она озвучивала Степашко в программе «Спокойной ночи, малыши». В результате проект «Пластов для всех» объединил студентов творческих специальностей, поддерживаемых педагогами. Они создали дополнительную реальность для людей с ограничениями по слуху в виде реконструированных эскизов декорации Пластова с дефиле современных нарядов, сшитых по его эскизам. А для людей с ограничениями по зрению в виде небольшого музыкального сопровождения к описанию выставки и тактильного осмотра тканей и бутафории, включенных в экспозицию. Ирина Антонова, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова